Даггин Снейтер, Швеция По сравнению со Стокгольмом цены на ветеринарные услуги в Москве, мягко говоря, скромные. Анна Лена Лаурен Даггин Снейтер, Швеция 4 октября 2019 года В поездку с классом на природу мой ребенок взял с собой пса. А дальше произошло то, чего и следовало ожидать. На следующий день у собаки болел живот. Ребенок смущенно рассказал, что пес где-то нашел окровавленную куриную кость. Он успел ее немного пожевать, прежде чем удалось отнять. Этого хватило, чтобы у Сутиса началось расстройство желудка. Я решила, что ему нужно немного попаститься, надеясь, что это поможет. Но на следующий день все же пришлось пойти к ветеринару. Перед дверью Сутис упирался всеми четырьмя лапами, не желая заходить. В этой ветеринарной клинике ему делали прививки и чистили зубы. А такие процедуры ему совсем не нравятся, особенно вторая. Ветеринара взяла Сутиса на руки и назвала его зайчиком. В России ветеринары и детские врачи обращаются к своим пациентам совершенно одинаково. Используют кучу ласковых имен и эпитетов, из которых самые популярные – зайчик и лапочка. Су дали капли, после чего ветеринар взяла у него анализ крови, выписала три разных лекарства и назначила диету из вареного риса и индейки. Как и врачи, русские ветеринары обожают выписывать как можно больше лекарств. Обследование, анализ крови, капли и консультация обошлись мне примерно в 700 крон, приблизительно 4900 рублей. Удалить зубной камень с помощью ультразвука стоит около 400 крон, приблизительно 2800 рублей. А когда Сутису надо было вырвать молочный зуб, мы заплатили примерно 120 крон, приблизительно 840 рублей. По сравнению со стоимостью ветеринарных услуг в Стокгольме уровень цен в Москве, мягко говоря, скромный. Конечно, это потому, что у ветеринаров тут ниже зарплата, но еще здесь очень много простых клиник без сложного оборудования, в которое вложили много средств и которое должно окупиться. Наша ветеринарная клиника разместилась в двух маленьких комнатах рядом с магазином, где продают корм для собак и кошек. Едва ли здесь можно сделать сложную операцию, но рядовые проблемы вроде несварения желудка, чистки и удаления зубов и прививок здесь решают на ура. Такого рода простые клиники есть в каждом квартале, и они эффективно справляются с повседневными проблемами четвероногих местных жителей. Мне никогда не приходилось записываться или долго ждать. Просто приходишь и в порядке живой очереди встречаешься с ветеринаром не более чем через 20 минут. Когда сути с несколькими днями позже все еще чувствовал себя неважно, наша ветеринара уже уехала в отпуск. Но она тут же ответила на мою смс, в которой я спросила, что делать. Она рассказала, какое лекарство купить и что сказать другому ветеринару, который работал в тот день. Я извинилась, что беспокою ее во время отпуска, а она ответила на это, ни за что извиняться. Пишите, с тремя восклицательными знаками в конце. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.